Северный Кавказ, пожалуй, один из самых интересных, необычных, разнообразных регионов России. Хотя среднестатистическому российскому жителю иногда кажется, что это регион, из которого приходят только плохие новости, что этот регион архаичный, отсталый, и то, что там происходит, не имеет никакого отношения к остальной части России. На самом деле это не так, и чтобы разобраться с тем, как, например, живут мужчины и женщины в этом регионе, в 2015 году фонд Бёля провел большое социологическое исследование. Оно проводилось в нескольких республиках региона, и мы пытались разобраться с очень разнообразным количеством вопросов, которые касались повседневной жизни мужчин и женщин, взаимоотношений в семье, какими нормами и законами регулируется жизнь людей. И здесь существует несколько разных, очень разных иногда даже противоречащих друг другу систем. Например, существует достаточно развитая система традиций, это местные, то, что называется обычно обычное право. В Чечне, например, это называются адаты, в Ингушетии это называется издел. Это своего рода неписанный свод законов, которыми регулируется повседневная жизнь людей, регулируется их семейная жизнь и различные отношения между семьями, между кланами и т.д. Другая большая нормативная база основывается на исламской этике, и это называется шариат или шариатское законодательство. И в последние годы оно получает все большее и большее влияние на Северном Кавказе, и часто повседневная жизнь и семейные отношения также регулируются нормами шариата. Ну и, конечно, существует российское законодательство, но интересно, что к нему чаще всего обращаются уже в том случае, когда ни одна из предыдущих упомянутых норм не работает, когда невозможно урегулировать ситуацию ни по традициям, и невозможно урегулировать ее по шариату, тогда люди обращаются в российский суд, и опять же это часто происходит при ситуации, например, развода и решении, с кем останутся дети после развода. Северный Кавказ прошел несколько десятилетий советской модернизации, и женщины во время советского времени, которые проживали на Северном Кавказе, в общем-то мало чем отличались по своему образу жизни, поведению и даже внешности от женщин, которые жили, скажем, в средней полосе России. Они также работали, воспитывали детей, выходили замуж, получали образование, путешествовали, встречались со своими подругами. И надо сказать, что с советского периода все эти практики сохранились, и до сих пор роль женщины на Северном Кавказе во многом определяется, можно сказать, завоеваниями, которые были приобретены в советский период. С другой стороны, поводов для экзотизации Северного Кавказа все же хватает. И особенно это проявляется в положении женщин, в той роли, которая отводится женщинам в этой культуре. На Северном Кавказе, в отличие от других регионов Российской Федерации, до сих пор практикуются так называемые harmful practices. Под этим словом, в частности, ООН понимает целый набор губительных или вредоносных для женщин практик. Например, это селективные аборты, которые практикуются на Северном Кавказе. Что это такое? Когда родители будущего ребенка на УЗИ узнают, что это будет девочка, если, например, у них уже есть одна или две дочери, они иногда принимают решение не рожать этого ребенка, а дождаться, когда в следующий раз УЗИ покажет, что будет мальчик. К другим видам вредоносных практик относят так называемые убийства чести. Когда есть подозрение, что девушка вела себя неподобающим образом, ее репутация запачкана, то мужчины, члены семьи могут принять решение убить ее и таким образом смыть позор семьи. Как правило, мужчины, которые осуществляют вот это убийство, это брат или дядя. Конечно, такие случаи не являются распространенной практикой. Все-таки мы говорим о единичных случаях, но, тем не менее, эти случаи фиксируются, хотя родственники не обращаются в правоохранительные органы и, как правило, никакие уголовные дела не заводятся. Но, тем не менее, если мы можем приехать в село, то многие люди знают, что вот в этой семье девочка была убита именно по причине убийства чести. Другая экзотическая практика – это, например, похищение невест. Это не выглядит так весело, романтично, как это было, например, в «Кавказской пленнице». Это довольно серьезное преступление, когда девушку силой увозят на машине, и поскольку она проводит ночь вне родительского дома с незнакомым мужчиной, то часто она вынуждена выйти за него замуж и оставаться всю жизнь его женой. И родители не соглашаются ее принять, поэтому ситуация для многих девушек оказывается, в общем-то, вынужденной. Другая практика – это ранние браки. Хотя официально ранние браки запрещены, они запрещены российским законодательством, и руководство республик на Северном Кавказе говорит, что они не одобряют эту практику, что она должна быть запрещена. Но, тем не менее, опять же, в отдельных селах практикуются, когда девушек выдают замуж против их воли в достаточно раннем возрасте. Еще одна обсуждаемая практика – это многоженство. По Корану, по исламу, мужчина может взять себе до четырех жен. Но, опять же, как к этой ситуации относятся сами женщины? Согласно нашему исследованию, некоторые женщины идут на этот шаг добровольно, они соглашаются быть второй женой. Кроме того, бывают случаи, когда женщина даже сама находит мужу вторую жену, например, когда она не может родить ребенка или по каким-то другим соображениям, даже, может быть, экономическим. Но наше исследование показывает, что часто эта ситуация для первой жены все-таки вынужденная и нежелательная. И многоженство было названо одной из самых главных причин, по которой женщины решаются на развод. Что касается развода, это тоже очень интересная история. Как я уже сказала, разводы часто регулируются религиозными нормами, шариатским правом. Но сюда часто и вмешиваются местные традиции и обычаи. Например, в Чеченской республике по традициям после развода дети остаются с семьей мужа, и они воспитываются либо его матерью, либо другими женщинами-родственниками. Поэтому многие женщины, которые хотели бы развестись со своим мужем, тем не менее, вынуждены оставаться с ним жить, потому что они понимают, что после развода с детьми им будет видеться трудно. Ну и наконец, мало кто знает, но в некоторых горных селах Дагестана стало практиковаться женское обрезание. У нас женское обрезание обычно ассоциируется с малоразвитыми странами, с Африкой, но никак не с Россией. Тем не менее, это как раз пример нововведенной практики, которая стала появляться только сейчас. То, что исследователи называют новоизобретенные традиции, когда под влиянием возвращающихся из Саудовской Аравии, из Египта людей эта практика стала распространяться. И в некоторых селах даже для девушки невозможно выйти замуж, если она не прошла эту процедуру обрезания. Фактически сейчас она является обязательной в некоторых регионах, в некоторых селах. Надо сказать, что весь этот набор практик часто оправдывается либо традициями, что у нас так принято, что это в наших адатах, либо исламом. Но почти все из этих практик, на самом деле, если разобраться, не имеют никакого отношения ни к адатам, ни к исламу. В частности, убийство чести. Ни в каких адатах не зафиксирована норма, что женщину нужно убивать, если есть какие-то подозрения о ее чести и репутации. Что касается ислама, то в Коране убийства людей вообще запрещены, и есть очень сложная процедура доказательства факта прелюбодеяния. Тем не менее, часто используя предрассудки и заблуждения, люди отсылают именно к адатам или к шариату как к такой референции, согласно которой у них есть право совершить это.